МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 20 миллионов своих сыновей и дочерей не досчиталась наша страна. Их имена будут вечными символами верности своему отечеству. Установка звезд на подъездах продолжается. Один. Ты не пойдешь? Пойду. Не пойдешь? Пойду. Хорошо. Раз ты такой упрямый, то пойдешь. Пойду. Какому-кому. Спектакль для детей в городском центре досуга. Мы интегрируемся со многими компаниями и получаем от этого хорошие экономические эффекты. Цифровые технологии Росатома. А теперь об этих и других событиях подробнее. 13 июля в Смоленске состоится юбилейная 20-я выставка регионального этапа всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В нынешнем году заявки на участие в конкурсе подали 9 предприятий региона, которые готовы предоставить 16 видов продукции и услуг. В России стартовал самый волнительный период для абитуриентов и их родителей – прием документов в ВУЗы. Центральные СМИ сообщили о серьезной конкуренции при поступлении в военную академию войсковой ПВО в Смоленске, которая совсем недавно отметила 25-летний юбилей. В этом году конкурс составляет 10 человек на место. 4 июня состоялось очередное плановое совещание главы Десногорска с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города. Подробности в нашем первом сюжете. Глава города Андрей Шубин сообщил, что Десногорск готовится принять участие в федеральной программе по благоустройству дворов и парковых зон. До 15 июля текущего года представить графики проведения общих собраний в части касающихся обсуждения ремонтов дворов. На территории Смоленской области проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Целью проведения конкурса является привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организации и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирование организации предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области. Пакет документов для участия и вопросов необходимо предоставить срок до 26 июля сего года в отдел соцзащиты 102 кабинета. В городе продолжается кампания по подготовке к зимнему отопительному сезону. Завершаются работы во втором микрорайоне, готовится к ремонту первый и третий. В Десногорске активно работают федеральные программы по улучшению жилищных условий. Бывшая жительница Крайнего Севера по программе «Жилище» получила сертификат на сумму более двух миллионов. В учреждениях культуры все мероприятия недели посвящены Дню Семьи, Любви и Верности. Проект «Слава Созидателям-2017» в Десногорске набирает обороты. Я хочу сегодня обратиться к и детям, и к тем, кто будут героями фильмов, о том, что необходимо помочь нам провести этот проект. И обращение наших спонсоров дает уже определенные результаты. Мы получаем вот такие сертификаты подарочные за участие в муниципальном этапе. Девять школьников Десногорска, победители проекта «Слава Созидателям-2016» отправились на отдых в международный болгарский лагерь «Камчия». Сотрудники Государственной службы по маломерным судам продолжают проводить рейды по водоемам области. Во время патрулирования инспекторы напоминают рыбакам о необходимости соблюдения простых правил безопасности. Также призывают отдыхающих купаться только в специально оборудованных для этих целей местах, быть внимательными и осторожными, а главное – не оставлять детей без присмотра. Выпускникам Смоленского государственного медуниверситета врачам и провизорам вручили дипломы, в том числе и с отличием. С окончанием учебы выпускников поздравили деканы и преподаватели вуза, а также представители региональной власти. В Десногорске продолжается всероссийская социальная акция «Дом со звездой». 4 июля еще шесть красных звезд зажглись над подъездами домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны. Подробности в нашем сюжете. Право установить звезду на подъезде Елены Захаровны Прокопеня, которая была связной в партизанском отряде «Смерть фашизму», воевавшему на территории Смоленской области и Белоруссии, было предоставлено ветерану боевых действий в Северокавказском федеральном округе Алексею Лахову. Хочу выразить глубокую благодарность ветеранам войны за их доблестную службу, за то, что в период тяжелой агрессии на нашу родину они выстояли, не сломались перед врагом. В 21-м доме 2-го микрорайона живет наш земляк, уроженец деревни Самолюбовка Рословского района Смоленской области, сержант Василий Кириллович Куликов. В годы оккупации он сражался с фашистами за свободу Родины в партизанском отряде имени Сергея Лозо. Звезду над подъездом героя установил председатель Десногорского городского совета ветеранов войны и труда, ветеран войны в Афганистане Игорь Журавлев. Я где-то даже на рак горд, потому что я преемник того, что сделали фронтовики. Я не защищал Родину, выполнял приказ государства в Афганистане, и я знаю, чего стоит солдатская работа. И так, если по-честному, на моем подъезде когда-нибудь лет через 20 установят, я буду счастлив, честное слово. Я думаю, такие же чувства испытывает Василий Кириллович. Проект «Дом со звездой по установке красных звезд» символа Красной Армии на домах, где проживают участники той кровопролитной войны – это возможность выразить уважение перед их подвигом и сохранить память о героях для следующих поколений. Два смоленских путешественника отправились автостопом на Байкал. Протяженность маршрута составила 17 тысяч километров. Все происходящее они фиксировали на камеру. 13-минутный ролик парни выложили в сеть. Когда ребенок погружается в мир сказочного театрального зрелища, он воспринимает происходящее как реальность. Сочувствует, радуется, переживает. Все это воспитывает в ребенке главные человеческие качества. 3 июля театр «Гном» для Десногорской детворы показал спектакль «Хочу быть большим». На премьеру спектакля в зале городского центра «Досуга» собралось много десногорских детей разного возраста. Этот спектакль театралы уже показывали ранее, но некоторые актеры подросли и ушли, а новые буквально недавно выучили и вжились в роль. Благодаря тому, что сейчас летняя пора, ребятам удалось это сделать за 2-3 недели. Мы лет очень любим, потому что этот период, когда детям не надо ходить в школу, и они могут полностью себя посвящать в театр. Именно поэтому за 2 недели смогли склеить этот спектакль, потому что они были расслаблены внутренне. Они могли существовать на сцене, находить отношения, не думая об уроках, о репетиторах. За очень маленький срок у ребят получился настоящий шедевр. Это отмечают и зрители. «Больше всего героям мне понравился тегелёнок, потому что он был миленький и маленький». «Мне спектакль очень понравился, и я сама хочу быть театралом». Завораживало буквально всё – и оформление сцены, и освещение, и костюмы, и фонограмма. Но больше всего покоряли неординарные яркие образы, которые ребята подобрали для своих героев самостоятельно. Для многих юных актёров театр – это не только возможность заняться творчеством, но и второй дом. «Занятия в театре – это как второй дом. То есть там ты со всеми знаком, и они тебе как родные». «Нам нравится заниматься, то есть у нас дружный коллектив, нам тут вместе хорошо, нам даже весело». «Театр для меня – это семья. Ух ты! Это семья, это дом, это место, где можешь полностью открыться». Премьерой спектакля «Хочу быть большим» ребята закрыли сезон и отправились на заслуженные летние каникулы. Семилетняя Полина Никулина из Смоленского Сафонова стала победительницей шоу «Король караоке». Музыкальная битва выходит на детском телеканале «Карусель». Маленькая певица покорила жюри и получила высший балл за каждый из трёх конкурсов. За победу Полине подарили планшет. На Смоленщине разыскивают родственников красноармейца, уроженца Вязьмы, останки которого были обнаружены в Калужской области. Бойцы поискового отряда «Беспокойные сердца» просят откликнуться родственников Кузнецова Петра Фёдоровича. Родился в 1906 году. Был призван в ряды Красной армии 5 октября 1941 из Москвы. Он считается пропавшим без вести с февраля 1942 года. Известны инициалы и фамилия его жены. Родина А.Г. Адрес электронной почты на ваших экранах. Сейчас новости Росатома. Госкорпорация становится локомотивом развития цифровой экономики в России. Отечественные IT-технологии в сфере проектирования, строительства и эксплуатации атомных станций уже сегодня могут быть внедрены в другие отрасли промышленности и дать положительный эффект. Изготавливается каркас маршзала, фундамент турбоагрегата. Соответственно, в каждый момент времени мы знаем, какое оборудование, какие строительные конструкции должны монтироваться. Александр Зонов демонстрирует работу одной из составных частей цифровой платформы «Мульти-Д». Ее разработали в Институте «Атомэнергопроект». С помощью этой уникальной технологии можно эффективно осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию атомной станции. К примеру, применение «Мульти-Д» при сооружении третьего энергоблока Ростовской АЭС позволило завершить строительство на три месяца раньше срока и сэкономить около 40 миллионов долларов. Сегодня инструменты управления на базе этой системы используются во всех новых проектах «Росатома». Технология «Мульти-Д» — это проверенный шаг, который позволяет увеличить прозрачность проекта строительства. Она революционна и в то же время реально применена. С момента появления технологии «Мульти-Д» и на протяжении вот уже более 10 лет ее развития к ней проявляют живой интерес крупнейшие мировые корпорации. Так компания «Сони» обратилась к разработчикам этой цифровой платформы как к экспертам в области 3D-моделирования. Нужно было протестировать новый шлем виртуальной реальности. Ух ты, прикольно. В то же время американский технологический гигант IBM вот уже несколько лет успешно сотрудничает с российскими специалистами в плане развития и расширения технологии «Мульти-Д». Мы интегрируемся со многими компаниями и получаем от этого хороший экономический эффект. Эта система работает адаптивно, потому что она выстраивается на рыночных софтах, которые сделаны по стандарту. Это принципиальная позиция, потому что любая работа в области информационных технологий, которая сделана по стандарту, подходит к нашей системе. Поэтому мы развиваемся колоссальными темпами. Любую инновацию, которая может появиться, мы можем в течение месяца применить у себя и распространить на все площадки. Разработчики платформы «Мульти-Д» утверждают, она эффективна и может быть применима в других областях промышленности. А значит, корпорация «Росатом» может стать локомотивом развития цифровой экономики всей России. И в заключении наш анонс. 8 июля на летней эстраде Десногорска состоится концертная программа «Благослови Господь семью, творение венец», посвященную Дню Семьи, Любви и Верности. В программе «Честование лучших семей нашего города», торжественная церемония вручения медали за любовь и верность, выступление творческих коллективов городского центра «Досуга» и вокальной группы «Смоленска. Магистраль». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала «Десна-Дефис-ТВ.ру». Благодарю за внимание. До свидания.